Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. В последнее время стало модным переносить модели техники из разнообразных игр Farming Simulator 22. Мы уже видели адаптации из GeoTrack Simulator 2, из American Truck Simulator, из SnowRunner, Spintyre и, разумеется, из профильной игры Pure Farming 2018. Собственно, наш сегодняшний герой Руслан Агромаш именно из этой игры. Адаптацию его к FSU-22 выполнила команда Lampover Project. Что нам интересно в этом моде, так это то, что он может в ближайшее время оказаться в общем доступе. Поэтому, разумеется, посмотрим на него пристально, что же собой представляет эта адаптация. И начнем, разумеется, с магазина, со знакомства с его базовыми характеристиками. А это движочек на 340 лошадок, что весьма неплохо. Объем топливного бака в 500 литров. И, разумеется, не самая большая скорость для гусеничного трактора. 30 км в час. Что касается конфигурации, то можно выбрать две настройки гусениц. Кроме того, можно выбрать положение маячков, либо два сзади на кабине, либо один в центре. Также можно выбрать конфигурацию цветовую, покрасить все темные детали в цвет кабины. И, разумеется, капота и крыльев. Ну и также можно выбрать тонировку, если кому-то такое, друзья, нравится. Вот что касается конфигурации. Теперь давайте уже смотреть непосредственно на модель в игре. Что скажу, друзья, сразу. Если те, кто в теме, что называется, и видел, что такое SnowRunner и Performing, например, то знают, что там есть определенные отличия от Farming Simulator 22 в полигонах. То есть там низкополигональные модели. Ну и, соответственно, в детализации они весьма уступают тому же Farming Simulator 22. Здесь же, как вы видите, все выполнено на уровне дефолтной техники. То есть все анимировано это раз. Все смотрится в интерьере салона, как это и должно смотреться. То есть нет такого, чтобы сильно выбивалось. И это действительно такой момент очень приятный. Потому что я вам уже неоднократно показывал адаптации, например, из того же SnowRunner или с Performing. И были определенные вопросы к тому, как выполнена модель. Здесь же, как видите, интерьер уже не бесит. Это прям радует. Как видите, выполнена и модель загрязнения для трактора. Конечно, в салоне он просто ужасен на 100% загрязнения. Также, друзья, здесь предусмотрена модель износа. Сразу скажу, что трутся здесь, друзья, детали исключительно темные. В принципе, как и у всех дефолтных тракторов, у которых есть не только темная расцветка, но вот именно темные детали трутся. То, что касается цветной краски, здесь, например, в данном моменте синяя, она не трется. Ну, ничего страшного. В общем-то, мы к этому привыкли уже на иностранной дефолтной технике. Да и не только на дефолтной. На модовой, в принципе, зачастую такая же схема износа присутствует. Ну и сейчас, разумеется, немножечко еще пощелкаем светотехнику, чтобы посмотреть, работает она или нет. Ну и уже оценим действительно мощностные характеристики трактора в поле. Выберем для него, разумеется, какое-нибудь устройство примерно в его параметрах. Ну, светотехника в порядке, вопросов тоже глобальных каких-то особенных нет. Действительно, салон аккуратный. Это, конечно, радует. Так, давайте выберем плуг. Там есть Лимкеновский плужочек. Да, вот он под... Так, так, так. Да, вот, 300 лошадок, то, что нам нужно. То есть, поближе к характеристикам нашего трактора. Ну, вот, 12 км в час у него скорость рабочая. Ну, посмотрим, сможет ли Руслан вытащить этот инструмент в поле на рабочую скорость. Ну, благо, у нас тут карта Ленград. Стандартная, дефолтная. Поля здесь преимущественно ровные местами. Ну, вот, мы сейчас как раз-таки на ровное поле. Выпутимся на 19-е, которое действительно на однородном ровном рельефе. Что касается непосредственно вот этой истории с трактором Руслан Агромаш, то на данный момент в игре в F-22 присутствует конверт Руслана из F-19. Я вам тоже как-то показывал. Но там был один такой момент, который бил, конечно, сильно по глазам. Это очень мощный читерный движок у этого трактора. Просто там вариация такая, на фоне которой залипают даже мощные зарубежные дефолтные тракторы. И, конечно, это, ну, несколько так... С одной стороны, радовало патриотов чебоксарского трактора, конечно. Но, с другой стороны, ну, нереальные характеристики, разумеется, как-то несколько убивалось. Здесь же 340 лошадок, ничего сверхъестественного. Трактор такой нишевой, тяжелой категории. Так что тем, кому хочется, скажем так, заиметь себе какую-то альтернативу кировцев, вполне себе тоже такой неплохой вариант. Все-таки у нас, если брать тяжелые тракторы, то по факту мы ориентируемся исключительно на кировец, потому что у нас нет больше таких машин за 300 лошадок очень мощных, которые бы могли выполнять все функции тяжелого трактора. Вот здесь, пожалуйста, тоже еще один вариант на тему Руслан Агромаш. Как видите, в целом все отрабатывает как надо. Сколько бы я не хотел сильно докопаться до этой модели, действительно, адаптация все-таки это адаптация, это не родной мод для игры. Но вот, как видите, трактор получился адекватным от слова совсем. То есть вопрос каких-то глобальных вообще не вызывает, все отрабатывает. Разумеется, да, кому хочется какой-то сверх детализации, там могут какие-то вопросы возникнуть. Хотя я уж не знаю, какую можно детализацию для этого мода еще добавить, для этого трактора. В принципе, то, что от него требуется, оно вот все в игре присутствует, в конкретном моде все отрабатывает, светится, анимации есть. Видно, что трактор, когда преодолевает всевозможные кочки, движется и сиденье, движется и джойстик, и педали отрабатывают. То есть все это вот есть. Может быть, конечно, чего-то еще по пластику, еще более высокого уровня детализации. Но, в принципе, тут, как видите, ничем не сильно хуже уровня дефолтной техники. То есть адаптация получилась, если мы говорим об адаптации, она получилась абсолютно адекватной на хорошем, очень добротном, ребятки, уровне. Поэтому, если этот Руслан выйдет в общак, думается, он найдет абсолютно точно свою публику, игроков, которые будут удовольствием его катать. Все-таки гусеничной, мощной техники, и то, что касается постсоветского пространства, в общем-то, ее и нет, надо говорить. Не надо тоже работать с серьезными инструментами. А вот здесь, пожалуйста, вот такая вот очень интересная альтернатива для тех, кто любит, а, технику постсоветского пространства, и, б, те, кто любит именно гусеничную технику. Вот здесь, конечно, все очень здорово выполнено. Так что ожидаем новостей от Lampo Project, ребятки, если кому-то интересно познакомиться с работой этого проекта, то ссылочка на него в описании в этой группе. Они там работают над адаптацией не только Руслана, там есть и другие интересные машины с перфарминг, но тоже с постсоветского пространства, которые вполне себе могут перекочевать с их помощью в фарминг-симулятор 22, так что будем ожидать новостей. Ну, я буду заканчивать на этом обзор все, что хотел и вам показал. И, разумеется, как и всегда желаем вам, ребятки, здоровья. Оно такое самое важное, особенно в непростые годы месяца, когда погода нестабильная. И, разумеется, здорово, когда и у вас, и у вашей семьи все в порядке в этом направлении. Так что здоровья, всего вам самого наилучшего и, разумеется, мирного чистого неба над головами. Обязательно подписывайтесь на канал Просто Симулятор, как в YouTube, как в ВКонтакте. В ВКонтакте найдете много чего интересного, в том числе новости по разработке модов от их авторов. Пока-пока, друзья!